Всем привет! В этом видео я собрал для вас подборку крутых и интересных тем для MIUI 11, но они также будут работать и на MIUI 10. И все эти темы вы сможете найти в магазине тем. Хороших тем очень много. Про все, конечно же, не расскажешь, поэтому название вашей любимой темы пишите в комментариях. Если он мне понравится, то ваша тема войдет в следующий топ. Ребят, об этой подборке я еще 3 дня назад рассказывал в своем инстаграм, поэтому если вы хотите узнавать самыми первыми о новых видосах, подписываемся на мой инстаграм, ссылочка в описании. Ну а если вы пожелаете увидеть вторую часть подборки крутых тем и видеообоев, то поддержите видос лайком. Ну и конечно же, поскольку мы все люди разные, у нас у всех свой цвет и вкус, то моя подборка может кому-то из вас не понравиться, а кому-то наоборот понравится. Но отбирал я темы исключительно те, которые мне нравились. Надеюсь, среди них вы найдете и свою любимую тему. Поехали! Итак, вот мой рабочий стол. Здесь все по дефолту. Вот здесь мои программки. Также, ребят, смотрите, вот здесь у меня есть специальный виджет. Видите, как все красиво. Это все мы можем настраивать. Смотрите, нажали. Здесь мы можем менять и делать с ним все, что мы хотим. Например, текст с преобразованием. Нажали и смотрите, хоп-хоп, мы увеличиваем размер. Можем передвинуть туда-сюда, вверх-вниз. Короче, тут можно делать все, что мы хотим. Окраска, эффикс, положение, касание и так далее. Если вы хотите отдельный видосик, где можно будет вытворять чудося с этой программой, то напишите об этом в комментариях. Я обязательно сделаю видео, как делать себе крутые виджеты. Причем индивидуально. Вы сможете настраивать все под себя. Там, помимо этого, есть еще более 100 таких виджетов интересных, которые полностью можно модернизировать. В этой подборке я вам хочу показать не только темы, но и также видеообои. Ссылка на видеообои будет в описании под видео. Вы можете скачать и применить. Заходим в обои. Далее сюда. Нажимаем обои. И выбираем мои живые обои. Здесь у меня есть несколько живых обоин. Например, мы можем выбрать вот эту вот. И вот такая вот красота у нас будет происходить. Причем это все со звуком. А также можно установить либо на экран блокировки, либо на рабочий стол. Давайте я вам покажу еще одну. Например, тот же Человек-паук, которого вы видели раньше. Видите, обоина со звуком. Также есть вот такая вот интересная обоина. Ну, суть вы поняли, да, ребят? Короче, на все эти живые обои ссылочка в описании. Можете качать и наслаждаться. Давайте перейдем в раздел темы. Кстати, прежде чем мы начнем сейчас смотреть темы, я хочу ответить на популярный вопрос. Как применять темы, которых нету в магазине тем? То есть, сторонние. Ребят, сторонние темы на MIUI 11, к сожалению, применить можно только в двух случаях. Либо у вас должен быть аккаунт дизайнера, либо же у вас должна быть локализованная прошивка. На родной прошивке вы никак не примените. Для родной прошивки есть такая вот программа MIUI Team Editor. Здесь мы можем применить любую стороннюю тему. Но, ребят, к сожалению, вот, например, Joker V11, ее нету в магазине тем. Но через эту программу мы ее можем применить. Но дело в том, что эта тема будет слетать через полчаса. Понимаете? То есть, если вы хотите применить какую-то стороннюю тему, вы должны понимать, что она слетит через полчаса. Я вот иду в настройки сейчас, темы. И мы видим, что здесь появилась тема Joker. Она из сторонних источников. Ее нету в магазине тем. И смотрите, все, я ее применил. Вуаля! Красота, казалось бы, но через полчаса эта тема слетит. Если кому будет интересно, ссылку на нее могу тоже оставить в описании под видео. Ну что же, давайте придем к нашим темам, которые вы можете скачать с магазина тем. И начнем с моей любимой темы. Это Colorful. Нажимаем применить. Это такая яркая, с подсветочкой. Вообще красота. Итак, рабочий стол у нас начинает выглядеть таким вот образом. Обои, конечно же, мы можем поменять. Любые применить. У нас не будет уже темноты этой. Далее, что у нас? Экран блокировки. Очень много интересного кроется на экране блокировки. Смотрите, видите, я написал крутые темы. Два раза клацаем. И мы можем сюда писать, что мы хотим вообще. Например, Паша. Ну, ваше имя, там, вашу модель. Например, Mi 8, там, Note 8, да, еще что-то так. Проверяем. И вот, пожалуйста, видите. Крутая темка. Создатель этой темы, кстати, Турок. Спасибо тебе, Турок. Если у вас, например, брови нету или наоборот есть, но другая, нажимаем сюда два раза. Вот, слышали голос? И здесь можно настраивать. Смотрите, может быть у вас вот такая бровь. Может такая. Может такая. Так, я уберу звук, если вы не против. Вот это вообще без бровей. То есть это вот на K20, на Mi 9T вообще идеально будет. И здесь это вообще убираем, подсветку боковую. Также можно настраивать скорость подсветки. Далее мы можем здесь менять еще цвета. Видите, по-другому начинает светиться это все менять. А это у нас, видите, вот этот кружочек. Нажимаем и тоже там цвета меняются, да, и так далее. Также здесь можно управлять музыкой. Нажали сюда два раза. Плеер включился. Нажали, переключили и так далее. Итак, идем в настройки и применяем другую тему. Следующая тема это Windows 10 Plus. Применяем. Тоже тема очень интересная. Смотрите, получается у нас все в стиле Windows 10. Иконки стали, да, другие. Шторка не меняется. Настройка здесь тоже не меняется. Экран блокировки терпит хорошие изменения здесь. Видите, у нас вот так вот все. Причем в анимации. Видите, это все двигается. Захотел там позвонить. Нажал сюда. И набрал кому-то. Хоп, назад. То есть, таким вот образом это работает. Захотел попасть, например, в настройки. Два раза клацнул. И ты уже в настройках. У этой темы есть куча вариантов кастомизации. Два раза клацаем сюда. И мы попадаем в настройки нашей темы. Где мы можем настраивать обои на экране блокировки. Скорость вращения этих иконок. Также можем добавить свой текст и куча интересных других настроек. Поэтому вы сможете установить и полностью, грубо говоря, настроить все под себя. Ну что ж, на одной теме я долго не буду останавливаться, чтобы видео у нас не затянулось надолго. Итак, смотрим экран блокировки. Видите, у нас виджет такой стал интересненький. Если два раза клацаем сюда, открывается музыкальный плеер. Здесь мы можем листать песни, слушать и так далее. У нас меняются иконки приложений. Посмотрите, какая красота. Мне очень нравится. Особенно вот эти вот кругленькие. Вот хром смотрится вообще идеально просто. Вот так это все выглядит. Конечно же, обои вы можете поменять, если вам не нравятся эти обои. И ставить свои любые другие. Ну что ж, идем в настройки. Настройки у нас вот таким вот образом выглядят. И давайте посмотрим шторку. Шторка тоже стала такая симпатичная, красивая, я бы вам сказал. Ну что ж, давайте мы сейчас перейдем снова в темы. И посмотрим на другие темы. И выбираем следующую тему. Это Black Red. Применяем. Эта тема тоже такая красивенькая. Но здесь изменений совсем немного. Вот вы видите, что настройки шторка не поменялась. У нас обои меняются. Немножечко меняются иконки некоторых приложений. Смотрим на экран блокировки. Здесь особо никаких изменений нет. И вот и тема вообще функции на самом деле немного. Она просто красивая. Поэтому я ее добавил в наш список. Что ж, применяем ее. Эта тема такая тоже интересненькая. Смотрите. У нас тут меняется практически все. Видите, иконки все поменялись. Экран блокировки потерпел хорошие изменения. Стало все так аккуратно, все так красиво. С экрана блокировки вы не сможете переключать мелодию в плеере. Но эта тема такая минимальная, строгая. Посмотрите, как красиво выглядит шторка. Мне это очень нравится. Смотрите. Также, если мы уберем режим безграничный экран, то здесь у нас три эти кнопки на экраны. Они будут все время менять свой стиль, ребят. Здесь у нас справа, видите, такие точечки. И немного меняется дизайн иконок. Это Android 10 Lite. Здесь у нас все в стиле голого Android 10. Видите, Google камера, виджет вот такой у нас становится. Все очень красиво. Я часто ставлю голый Android, поэтому эта тема мне очень даже зашла. Но здесь, правда, изменений совсем немного. Вот сюда мы можем нажать настройки. И здесь поиграться с некоторыми настройками. Например, мы можем поменять виджет внизу. Вот так вот сделать. Также, если мы слева направо сделаем, то открывается вот такое вот окошко, откуда мы можем попасть, куда нам надо. Например, здесь даже, видите, есть шагомер. Например, мы хотим попасть в калькулятор. Два раза клацаем. И мы попали в калькулятор. Итак, применяем тему под названием Cool. Здесь у нас изменения происходят сумасшедшие. Видите, иконки стали совсем другие. Правда, шторка и настройки у нас не меняются. Видите, все по стандарту. И смотрим на экран блокировки. Вот такой вот у нас экран блокировки. Два раза сюда можем поклацать и переключать мелодию. Больше вам эта тема кастомизации никаких не даст. Поэтому идем в настройки и смотрим на следующую тему. Ребят, какая из этих тем вам больше понравится, напишите в комментариях. Если их будет несколько, пишите несколько. Итак, следующая у нас тема выглядит вот таким вот образом. Лично мне, ребят, иногда бывает, что после смены тем я не могу найти какое-то приложение, потому что ярлык меняется. Но эта тема меня зацепила тем, что здесь у нас получается темно-фиолетовый цвет. И это смотрится действительно очень красиво. Посмотрите, какая шторка. Если мы что-то включаем, фиолетовый кружочек становится. Идем в настройки. Настройки тоже темные стали, видите. Ну и экран блокировки, конечно, тоже темный. Правда, обои вы, опять же, можете поменять. Если слева направо, то у нас здесь показывается погода на несколько дней вперед. Применяем. Тема такая интересная, мне понравилась. Смотрим шторку. Вот такая вот наша шторка. Все такое огромное, да, интересное. Если мы что-то включаем, например, тот же фонарик, то видите, у нас сразу же зеленый цвет. Настройки у нас чуть-чуть изменились, но я бы не сказал, что прям тут вообще что-то заметно особо. Итак, смотрим экран блокировки. Время у нас с левой стороны. Видите, какая красота. На этой теме есть три рабочих стола в экране блокировки. Делаем налево. Здесь у нас музыкальный плеер. То есть, мы можем управлять музыкой. А если сделаем налево, то у нас здесь открывается, опять же, камера, погода, позвонить, WhatsApp и так далее. То есть, если вам надо куда-то попасть, два раза клацнули и попадаете, куда вам нужно. Ну что ж, идем в настройки и смотрим другую тему. Следующая тема это IngoBell V11. Ребят, это тоже такая интересная темка. Смотрите, попадаем на рабочий стол. У нас все иконки. Ну, это такая более мультяшная, и мне лично это нравится. Вот так выглядит. Смотрите, как Chrome выглядит. Вообще красиво. Да и вообще другие приложения тоже выглядят интересно. Ну что ж, у нас шторка вообще колоссально потерпела изменения. Здесь все у нас такое веселое, такое радостное, красивое. Идем в настройки и настройки тоже поменялись. Посмотрите, какая здесь красота. Давайте посмотрим на экран блокировки. Экран блокировки у нас анимированный. Видите, вот эти вот маленькие кусочки. Они двигаются. Если мы два раза клацаем, то у нас появляется музыкальный плеер. А если сюда вот нажмем два раза, то мы попадаем в настройки этой темы. Здесь мы можем сделать, чтобы, например, вот эти кусочки, они не двигались, отключить анимацию, ну и так далее. Здесь вам нужно будет тоже немножечко разобраться, но здесь, в принципе, настроек не так много. Итак, смотрите. Видите, я эти кусочки вообще маленькие убрал. Ну что ж, не будем зацикливаться на одной теме и идем дальше. Следующая тема у нас финал. Идем в меню. Меню у нас выглядит таким вот образом. Иконки меняются. Иконки мне здесь напоминают почему-то OnePlus с их оболочкой Oxygen. Смотрим шторкой. Шторка на месте. Настройки у нас тоже не поменялись. А вот экран блокировки потерпел изменения. Смотрите. Здесь у нас двигается цветочек, падают листья и идет дождь. Нажимаем сюда. Все, листья не падают. Еще раз. Дождя нету. Еще раз. Видите, там вспышка пропала. Смотрите. Хоп. Хоп. Еще раз. И все, цветочек не двигается. Вот эти вот настройки можно здесь прям же и настраивать. Также нажимаем сюда. И попадаем в настройки этой темы, куда мы можем что-то написать, добавить какие-то эффекты и так далее. Смотрите, видите, я провожу пальчиком и за мной след такой. Это была наша последняя тема, ребят. Идем в настройки, обои и темы. Название всех этих тем я напишу под видео, чтобы вы могли быстренько найти, посмотреть, попробовать и так далее. Ну а также видеообои и этот Джокер. Также на программу, которая может применять сторонние обои, я оставлю ссылку в описании. Ну что ж, на этом подборка моя подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok